Всем привет! Вы снова на канале Головкой Партнёры. В последнее время нас часто просят рассказать историю, так как мы начали рассказывать истории, конкретную историю, которая произошла с кем-то из конкретных людей по МФО. То есть конкретно вот история про МФО от начала и до конца. Так сказать, наш герой на сегодня, которого зовут Александр, так сказать, долгое время не мог найти работу и решил попробовать поиграть в онлайн-казино. Какое-то время ему улыбалась удача, он даже что-то зарабатывал, но, а потом, как обычно это бывает, он потерял всё, на что играл, но он не успокоился и он решил пробовать снова и снова. Денег не было, так как он не имел постоянной работы, поэтому он решил воспользоваться услугами МФО. И он взял в нескольких МФО кредиты на сумму от 5 до 15 тысяч гривен, которые успешно все проиграл в этом же онлайн-казино. Естественно, он ничего не заработал, только потерял, плюс взял кредиты, которые идут под бешеные проценты и под бешеные штрафные санкции. В какой-то момент он отчаялся, не знал, что делать, но после, всё же, решив обратиться к специалистам, начал решение своего вопроса. И решил он решать его как. Он решил не ждать никаких судов, никаких исполнительных надписей, но решил пробовать договариваться. И это сработало. Он взял себя в руки, нашёл работу, может быть, не такую, как ему хотелось, но нашёл. Она начала приносить ему какие-то деньги. То есть здесь главное не отчаиваться. Он перестал воспринимать серьёзно все звонки коллекторов и их угрозы, отодвинул их в сторону. И с помощью специалистов начал переговоры. Твёрдые и уверенные, подчёркиваю. С, фактически, всеми МФО, ему удалось договориться на своих условиях с помощью подсказок специалистов самостоятельно. С одной он не мог справиться. Это была компания MyCredit. Он не мог с ними договориться и уже попросил, чтобы это делали за него специалисты. MyCredit не шли на какие-то конкретные уступки. Действительно, долгий период времени, даже специалистам. Но через время продали этот долг Ситифинанс. В MyCredit Александр взял 10 тысяч гривен. Накручено там было уже около 40, тогда, когда была переуступка на Ситифинанс. В итоге Ситифинанс удалось договориться, что он платит, по сути, даже меньше, чем взял. Потому что, напомню, он ничего не платил. Переуступили его долг MyCredit в Ситифинанс где-то в районе 40, там даже больше, 45 тысяч гривен. Фактически за 7 тысяч гривен Ситифинанс согласилась закрыть его долг. Это было зафиксировано в гарантийном письме. С образцом этого гарантийного письма. И с подобными у нас их много. Вы можете ознакомиться на нашем сайте по ссылочке под этим видео. В гарантийном письме было указано, что после того, как он оплатит 7 тысяч гривен, новый кредитор, подтвержденный, списывает ему весь остаток и снимает все претензии. После получения этого гарантийного письма он оплатил 7 тысяч гривен и после получил справку об отсутствии претензий. Вот так закончилась история Александра. Напомню, что со всеми остальными кредиторами он договорился самостоятельно. Получив консультацию специалистов с Ситифинанс и с Майкредит, он договориться не смог. И ему в этом помогли. В принципе, он остался доволен и сделал два вывода. Первый. Не играть в онлайн казино. И второе. А если играть, то только ради своего удовольствия, а не для попытки заработка денег. И второе. Стараться не брать МФО, если не знаешь и не понимаешь, как их возвращать. Надеюсь, эта история была для вас полезной. Вы сделаете свои выводы и она поможет вам. Но напоминаю, что все полезные решения, гарантийные письма, справки о закрытиях, решения суда победные вы можете найти на нашем сайте. Мы предоставляем эту информацию абсолютно бесплатно. Пользуйтесь, побеждайте и используйте в ваших конкретных историях. Всем успеха! Жмите лайк и подписаться. И получите возможность задать свой вопрос адвокату в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok